мы решили завтракать в номере что ты себе заказал ощущение что хватит грейпфрут апельсин америка на латте америка на черный молоко хорошо можно еще авокадо положить поэтому можно мне еще тарелку лосося после этого можно не позвать и лосося околк от seasonal fruits а еще и френч-тоуст и газированную воду и selection of bakery products они так наверное думаю я из пяти жрать в любой завтрак надо привнести своего молока до лёшины френч-тоусты кстати выглядят странно так много авокадо навалили лёша меня лучше еда согласен я покажу что мы заказали лёш взял себе раньше-то устая я попросил плавина авокадо но мне принесли целый мы попросили чуть-чуть лосося это мои яйца бенедикт лёша попросил круассаны соки мы взяли просто свежие фрукты и в принципе мы ничего не брали больше но меня умилило вот это бэйби табаско детского маленького еще никогда не видела мы посадили таксу на мини стульчик красивый вид таксочка даже сидит получается идеал что-то ты делаешь кстати краса не очень выходит без тапочек грязные лапки магазин с американскими товарами и здесь продается доктор пеппер дает мой любимый алёша взял доктор пеппер ванилла флот смотри крем-сода а ты крем-сода взял я да я его пила я хочу рассказать я подписываю девку меня просили в общем это юбка это понятно это тоже украинский бренд а вот это что скажи это украинский бренд такса неплохо а ты что хочешь сказать это мой доктор пеппер положу украинский бренд нет америка думал пеппер это русская я сейчас буду учиться кататься на самокате я не умею я думаю я быстро научусь я же мастер мы привязываем таксу и начинаем посмотрите как мы закупаемся с донни донни в сумке пока выглянула в окно здесь какой-то парад полиции в костюмах в нарядах видите красивый болл в joint juicy и такса подбирается к нему нет я правда его кастомизировала и убрала кучу ингредиентов тут не было авокадо я добавила здесь был лук клюква что-то еще это убрала я это не люблю а так был очень вкусный огромный зеленый с кейл капустой таксом нельзя кейл капусту нельзя таксом кейл так ребята я хочу с вами поговорить и рассказать вам о трудностях съема жилья в париже потому что мы сейчас столкнулись с такой очень неприятной ситуацией просто максимально неприятной ситуацией мы сняли квартиру которая абсолютно не соответствует картинкам которые были на сайте airbnb то есть владелец выставил дорогие фотографии с другой мебелью с другими приборами которые есть в квартире шкафами я не знаю все другое мы приехали и просто офигели и я выпала из жизни на день потому что я была в состоянии депрессии можно сказать но не депрессии просто очень сильного разочарования потому что мы сняли вот такое говно причем за дорогую цену гораздо дороже чем мы снимали до этого в париже это оказалось гораздо хуже чем мы снимали вообще за все время и когда я зашла я просто офигела выкатись Донни в общем Донни Донни ты красивый но можно я сниму видео понятно так я снимаю видео все жопы будут в кадре а чем я хотела вам рассказать о проблемах снятия квартиры с которой мы столкнулись с Лешей это просто выбило меня полностью из настроения и поэтому я пропустила день видео мы заехали в квартиру которую мы радовались что сняли Донни блин уйди из кадра уйди из кадра в общем мы очень радовались что сняли квартиру мы очень радовались что сняли квартиру приехали а это оказался просто полный пиздец по-другому сказать нельзя квартира абсолютно не такая как на фотографиях Донни блин хватит пожалуйста что за собака такая квартира не такая как на фотографиях в ней другая мебель все другое абсолютно туалет просто не смывает холодильник не работает я думала сейчас как буду пить холодное шампанское что вы думаете холодильник не работает ничего не работает все плохо окна гнилые невозможно жить начались разборки с airbnb слава богам из-за того что фотографии на сайте не соответствовали действительности они осуществили полный возврат денег но деньги понятно еще не вернулись это занимает время но проблема не в том что деньги не вернулись или еще что то а в том что найти квартиру в Париже это целый челлендж и нам ее заново надо искать это просто доводит меня до слез и Донни который влазит в кадр доводит меня до слез потому что я не понимаю когда мы ее найдем мне надоело переезжать из отеля в отель жить в отеле для меня это просто кошмар я не хочу ездить из отеля в отель дальше а найти квартиру невозможно и непонятно что делать я даже думала уже улететь из Парижа в какую-то Барселону или Мадрид или еще куда-то где с поиском жилья гораздо проще не понимаю я что делать мы нашли квартиру одну очень хорошую возле Лувра блин Донни ну что ты такая ну что за собака нашли мы квартиру у Лувра мне лапы ударила вы видели нашли мы квартиру у Лувра говорю в десятый раз очень хорошая большая большая да она большая с красивыми окнами все супер но тут хозяин квартиры говорит вы забронируете с 8 по 8 августа а заезжаете 12 а мы такие странно у квартиры нет ни одного отзыва и возможно человек выставил вообще не свою квартиру на сайт и в Airbnb есть такая тема что ты можешь пожаловаться только в первый день заезда иначе то есть возврата уже не будет получается раз он хочет чтобы мы сняли с 8 а заехали 12 пожаловаться мы не сможем если что-то будет не так и возможно это вообще не его квартира возможно это какой-то развод потому что ноль отзывов и так далее и непонятно в общем непонятно что делать есть другая квартира которую мы тоже нашли мне не очень нравится район она находится на постели кто был в Париже знает но квартира сама по себе хорошая тут люди стосаны какая-то аллергия на эту квартиру вроде бы все хорошо но там окна выходят на дома внутренний двор и на улицу я бы хотела окна на улицу я бы хотела все-таки в центре и то она тоже с 10 или с 11 числа то есть несколько дней тоже надо жить в отеле или еще какую-то квартиру искать это просто трэш я не знаю у меня были разные проблемы с Airbnb хлопы у меня как-то в квартире были как вы помните в Греции но такой проблемы как сейчас что квартира вообще не соответствует действительности у меня еще не было еще хочу рассказать вам одну историю это делали мои знакомые я не буду говорить кто они как-то сдавали свою квартиру на Airbnb не квартиру а комнату и они не меняли постельное белье то есть люди неделю человек пять разных жила за неделю в этой квартире и ни разу не меняли белье просто пшикали они духами и все и люди не заметили и после этого у меня есть такая шизофрения я когда приезжаю в квартиры Airbnb я не могу спать на постели меня дает перестирать я не могу вытираться полотенцами я всю нюхаю проверяю после этой ситуации я абсолютно просто не доверяю такому съему жилья и у меня паранойя что кто-то не постирал постель я буду спать после кого-то а я ужасно брезгливый человек я даже не могу пить воду с другим человеком с одной бутылки у меня это с детства такая проблема в школе знаете когда ты приходишь с бутылкой колы и тебе говорят можно попить и ты такой да конечно забирай я больше не буду вот эта история обо мне я настолько брезгливая что даже пить не могу с одной бутылки а не то что спать на постели после кого-то неизвестного так что вот такая вот проблема может быть с Airbnb это серьезная проблема я просто хочу сказать слава слава не знаю чему что то что там деньги наши не вернулись за квартиру у нас никак не повлияло мы можем снять другую квартиру а представьте люди сняли квартиру на месяц квартира оказалась ужасная и деньги возвращаются несколько дней и человеку не за что жить можно сказать потому что в париже очень дорого снимать жилье а то я не знаю 200 евро в день будет какая-то вот такая квартира базовая а можно найти гораздо дороже все спасибо за просмотр и до завтра надеюсь завтра будет влог по расписанию больше никакие квартирные вопросы грусти не сорвут мой каждый дневный влог